всем привет сегодня я хотела вам показать меня спрашивали про орхидейки которые сидят в керамзите из икеи помните я покупала керамзит покажу так ну что я хочу вам сказать чувствует они все нормально нормально вот здесь значит у меня такая посадочка внизу немножко я добавила но это я наверно позже посадила все посмотрю это было 18 сентября такая это это 25 нет эту раньше не знаю почему я почему я стала добавлять уже не помню ну решила сделать сюда мелкого обычного керамзита как бы да а сверху у меня вот керамзит из икеи немножечко пеностекла так это по марине машка у меня была белая зобби да это было из уценки орхидея нормально что корни растут что я могу сказать сначала меня напряг этот керамзит чего мне понравился потом не чудо разонравился потому что он все-таки тяжелый по сравнению с керамзитом который я обычно покупаю и вот у меня сейчас целый мешок тоже легкого хорошего керамзита этот конечно тяжелее но чисто внешне он более эстетичный он ровный почему-то ровный мне нравится больше чем к примеру колотый не знаю даже чем это объяснить может чисто визуально вот насчет того как сохнет быстрее или нет да нет наверное не быстрее также потому что в принципе не мелкий это сейчас просто попрыскала только что досталось самой верхней полки немножечко это немножечко это требует полива так как она уже хорошо себя чувствует и прижилась в принципе я вот так куда могу много попрыскать что даже водичка немножечко там где-то сантиметрик почему я сразу не наливаю до из бутылки потому что я хочу чтобы равномерно распределилась вода сейчас у меня как бы есть время на это я могу вот это себе позволить так уходите прыскать когда конечно времени нет орхидейки которые прижились хорошо в керамзите давно сидят корни вот такие раскукленные я просто не ну сверху я тоже конечно прыску так раз там и все до чтобы смочить верхней корни вот а так принципе наливаю воды и все тем более сейчас позволяет температура вот 2 орхидейка стояла там же наверху кстати говоря тоже сухие корни вообще панда это моя на панда который я так назвала ее панда вот она мне видите как дала вот этот здесь трипс поел цветонос молодой но потом после протравки ведь она дала новую веточку красивая орхидейка она конечно не пандой называется но для меня на я просто для себя и записала как панда так тоже надо мне и увлажнить ну видите как бы чувствовать неплохо само растение тоже он лист видите от трипсов был поеден это только начал лист расти на тот момент и вот трипс тогда меня атаковал немножечко тургор потеряла потому что пересохла мы быстренько в чувство то вернем тоже она мне считаете 25 сентября тут сидит здесь чистый керамзит языки неплохо это нормально это там мне может что-то не нравится ей нормально видимо орхидеи мы вообще все равно в чем сидеть главное как вы будете в этом в чем в чем они сидят как вы будете за этим ухаживать если вы будете правильно ухаживать то в чем угодно орхидеи будет сидеть и в пеностекле и в камнях и стеклышках и не знаю в чем потому что по сути это орхидея она же без грунта в природе поэтому ей все равно главное чтобы хуже не было так вот так я даже иногда сделаю так раз парочку раз освежаю вокруг них кислород так потом еще хотел показать но это уже не про керамзит потому что вот это просто тоже была такая тема у нас про цветоносы ну все наверное помнят эту орхидейку которую я уронила у нее было два цветоноса это уценка ценка из ленты номер один мне был два цветоноса можете себе представить счастью не было предела я ее со стеллажа на меня грохнулась короче сломала два цветоноса вот они отрезаны были но они были одновременно у нее после этого недолго как бы я плакала потому что она пустила еще один цветонос я вам тогда показывала и рассказывала об этом и говорила еще помните некоторые меня спрашивают если орхидейка дала цветонос но пусть она молодая да там не знаю не буду приводить примеры но к примеру даже если молодая орхидея дала цветонос и меня спросили вот такой вопрос что дать ей насчет процвести или отрезать цветонос дать набраться сил ей там подрасти я просто хочу сказать что это бесполезно отрезать цветонос что вы отрежете цветонос орхидея на цвести хотела вообще-то она вообще-то вас не спрашивала вы отрежете этот цветонос она вам даст другой пазухи цветонос понимаете то есть зачем это делать я считаю что этого делать не нужно если орхидея не справляется если неплохие корни там до мало корней там какие-то еще у нее условия которые ей не подойдут для цветения она сама его сушат не нужно насильно обстригать если все в порядке ну как бы хорошенький цветоносик лезет пусть она 17 у вас маленькая ну что нет я вот считаю не нужно не знаю это мое мнение конечно я такая знаете не шибко то сильный специалист но это смешно по моему это просто насилие очередное как говорится вот к примеру да к примеру пусть это орхидея как бы не маленькая но неважно вот два цветоноса и как говорится лишили такого счастья цвести вот и все маска ах так ну ладно и пустила мне значит еще один цветонос плюс дала сразу почему тут не знаю разветвление такое ну может быть этот такой как бы фасон такой сорт орхидеи вот так как это уценка я не в курсе вообще как она цветет по моему это на мне не цела ни разу еще вот и вот она вот дала мне такую красоту посмотрите вот видите вот несмотря ни на что то есть задумано ей надо процвести даже здесь сейчас все это отрежу она даст еще один в другой пазухе понимаете мысль мое улавливаете также как и если такой тоже был когда-то вопрос но я уже на него отвечала по моему потом я вот как бы говорю вам об этом потому что у меня был такой опыт это я не где-то там вычитала нет у меня был такой опыт на работе у меня был орхидея вот эта белая которая у меня все время цветет хорошо и пышно да она пустила цветонос это как она у нас стоит там все ходят за вперед кто-то задел короче я помню даже даже не не помню кто сломал но был зеленый длинный цветонос еще не даже вот таких бутонов не было как бы они еще не образовались просто толстый длинный цветонос и его почти наполовину почти наполовину задели сломали то есть он такой еще молоденький до молочный его легко сломать ну все ай-яй-яй как же так чуть ли там не слезы из глаз ну жалко же цветение ждешь там до лелеешь холишь и вдруг на тебе кто-то прошел и задел и мы все не прошло и недели она из боковой почки чуть ниже пустила новый хороший цветонос длиннее прежнего знаете потому что орхидеи заложено заложено цветение и она должна была сделать это процвести это продолжение как бы жизни цветы семена так далее поэтому сегодня заложено она дала цветонос то все дайте ей процвести не надо ничего обрезать если даже вы случайно сломали не переживайте если ниже носи каш под корень сломали ну тогда конечно наверное нет она даст другом месте цветоносик а если вы сломали этот цветоносик наполовину чку и вас ниже там какие-то пучечки есть еще вот такие да вот почечки все эти почки разовьются не надо же никакими мазями мазать ничем стимулировать она процветет я вам точно говорю так что так что вот вот живой пример пожалуйста и не так давно то это все и было месяцок там прошел другой вот скоро зацветет покажу вам думаю что она наверное розовая же как и две моих которые вот кстати сюда приготовила поставила сейчас покажу вам ну я показывала оказывала вместе со всеми вот вот это тоже это из ленты уценка вот она красавица ведь у нее тоже разветвление два разветвления то есть вот раз и два да и основной цветоносик красивая орхидейка пусть она как бы не голден бьюти конечно но не важно когда таким букетиком по моему это шикарно вот такая красотка и это будет такая же но вот у меня их же сколько было сколько же у меня их было то пять или шесть я уже не помню по 99 рублей это все те одна была которая вот свела она уже давно целая два раза там были другие цветочки да не надо же была розовая но у нее были поменьше цветы и другие немножко она сейчас не цветет где-то нам не стоит даже не в курсе где заставлено где-то вот а вот эти вот остальные продолжают радовать цвести цвести и пахнуть так сказать сейчас вам еще одну покажу которые от у меня у нее пронумерована от это номер шесть вот она тоже видите у разветвление идет сразу почечка боковая активная вот тоже такая вот это так таки такой сорт видите как вот она разветвляется это все вот с этой серии но когда я их брала там цветочков у некоторых только были цветочки видны когда они засохли там уже знаете не видно розовый бледно-розовая темно-розовая там даже бордовая когда сток уж совсем засох не видно какая но все равно интересно интересно посмотрю как какая она по цвету если конечно же будет 3 одинаковая то я уже знаю кому подарю я уже знаю у меня уже есть контингент претендент на подарок но даже если это будет другая все равно подарю конечно подарю такую 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 света ты хочешь же такую я знаю вот такую хочешь света сказала хочу ну вот в принципе все что я вам хотела показать в этом видео поболтала немножко так что вот все спасибо всем за внимание всем пока